Сколько же YouTube платит у нас за тысячу коммерческих просмотров? Всем это интересно. Сегодня я вам расскажу, как вообще формируется доход на YouTube, как на YouTube заработать за счет рекламы больше, и также объясню, почему какие-то каналы зарабатывают больше, какие-то каналы зарабатывают меньше. Также в данном видео я приведу примерно трех каналов. Два канала – это бизнесовая тематика, то есть один канал – это будет мой, и второй канал – это тоже будет бизнесовый, и третий канал – это будет не бизнесовый, это будет ветеринарная ниша. Всех приветствую, с вами на связи с Фокинг-Вене. Кто меня не знает, я интернет-предприниматель и немножко ютубер. Я уже, кстати, записывал данное видео, но оно уже довольно-таки старое, тогда были другие правила монетизации на YouTube. Давайте я их размещу в правом верхнем углу в подсказках, посмотрите про расчетный доход, как и что формируется, и в принципе также обязательно ставим лайк, если вы хотите узнать про монетизацию и заработок через Google AdSense. Сегодня вам дам полезную информацию. И также вот у меня есть здесь курс, вы можете его заказать по настройке YouTube канала. Также, если его здесь вдруг не обнаружите, ссылки будут в любом случае в описании. Это поможет вам сэкономить время и грамотно, и быстро настроить свой YouTube канал. Тем более цена тут нищебродская и бюджетная. Итак, я веду свой YouTube канал уже довольно-таки давно. Регулярно заливаю ролики. Вы можете здесь это посмотреть на разную тематику. Очень хорошо разбираюсь в соцсетях, в особенности в YouTube. Если вам нужны какие-то услуги по YouTube, то пишите, дам какие-то, возможно, вам рекомендации. Ну что, в общем, приступим. Сейчас я вам покажу три канала, которые мы проанализируем по доходности. Два канала я веду как администратор, и один канал я вам покажу свой. И, в принципе, вы сделаете для себя выводы, и уже будете понимать, что откуда берется на YouTube, и какой здесь есть заработок. Но сугубо скажу сразу все индивидуально, плюс скажу сразу же, монетизация это самый нищебродский вариант заработка на YouTube. Особенно в странах Синга у нас реклама дешевая. Постарайтесь монетизировать свой YouTube-канал за счет продажи каких-то своих услуг, каких-то своих товаров. Это намного выгоднее. В общем, поехали. Итак, смотрите. Вот я зашел в новую творческую студию, в раздел «Доход». Выбрал я здесь за последние, видите, 20 дней диапазон. Что мы видим? Что цена за 1000 показов, вот в моей тематике, в бизнес-соуте, в среднем где-то 1 доллар 92 цента. Если посмотреть, сейчас вот, если посмотреть, то здесь, в принципе, бывало и 2, видите, вот даже почти по 3 взлетело. То есть вот здесь вот просадка была у меня. Цена за 1000 потом. Она вот выросла, просела, выросла. И то есть среднее всего этого он посчитал, ну, 1.92. От чего зависит этот у меня коэффициент? Он зависит от того, откуда у вас смотрели, какая страна, опять же, какая реклама показывалась, возраст и тому подобное. То есть здесь очень много факторов влияет, точная информация, я не знаю, это очень трудно высчитать у Ютуба своя система подсчета. Далее, что мы видим? То есть получается у нас это умножается на это и получается у нас расчетный доход. И из этого расчетного дохода еще получается Ютуба забирает себе деньги. Себе он забирает у нас получается 45%, а нам отдает 55%. Смотрите, коммерческих просмотров у меня было. То есть коммерческие просмотры. Что такое коммерческие просмотры? Это просмотры, где показывалась реклама. Не во всех у нас просмотрах, точнее, не все просмотры у нас являются коммерческими. Так вот, и Ютуб платит именно за коммерческие просмотры, вот за эти. Вот смотрите, всего у меня было 16 тысяч коммерческих просмотров за 20 дней. За 20 дней. Если мы возьмем просто количество просмотров, то их составило 29 тысяч. Почти 30 тысяч просмотров из них коммерческих, коммерческих, только 16 тысяч. 16 тысяч было оплачено. Ну, где показывалась реклама. Это примерно 55% от всех просмотров. Ну, почти 50, может быть 53, то есть здесь нужно делить. Ну, вот считайте, 16 тысяч, 16 тысяч, это 32 тысячи, да? Если это 50%, а у меня здесь 29, чуть меньше 32, может быть 53, 55% коммерческих просмотров. Это довольно-таки неплохо. Практически каждый второй просмотр, в каждом втором просмотре у меня показывается реклама. Опять же, уже остальное будет, какая реклама, кто смотрит, с какой стороны. Вот цена за тысячу показов, соответственно, все это умножается, и у нас получается данный процент. Так, давайте поясняю подробно. Посчитаем теперь, чтобы у вас была детальная картина. Берем калькулятор. Смотрите, нам нужно 16 тысяч. Вот 16. Мы умножаем на коммерческие просмотры у нас цена за воспроизведение 1,92. У некоторых даже здесь бывает и 3, и 4 доллара. Это вообще довольно-таки прилично. Особенно за рубежом. У нас в России как бы дешево. На 1,92 получается. Итого равно мы получаем 30 долларов 72 цента. А у нас здесь 17. Почему 17? Потому что здесь уже чистый доход. Свой процент здесь уже забрал YouTube. А YouTube забирает у нас, как я сказал, 45%. Значит, вот запоминайте, 30,72 мы умножим на 45%. Итого получается 13,82. Ну и вот от 30 отнимаем 13,82. Вот они получаются те же самые 17,02. То есть все четко, все честно. То есть чем здесь выше, чем больше коммерческих просмотров, тем, соответственно, больше заработок. Все просто. Теперь я вам приведу другой канал. Он тоже бизнесовый. Здесь у нас тоже, видите, высокая цена. Здесь тоже 1,94. Практически как и... Практически как и у меня. У меня 1,92. А здесь 1,94. Так вот. Здесь получается всего 50 тысяч коммерческих просмотров. Из них... Сколько вообще просмотров? 50 600. А просмотров 105 тысяч. Вот и считайте. То же самое. Примерно 50% здесь коммерческих просмотров. Вот. 50,6. И 50,6. Это получается, ну, 100... Чуть больше 100 тысяч. А здесь как раз-таки у нас... Чуть больше 100 тысяч. Здесь тоже где-то примерно 50 тысяч коммерческих просмотров. Из них, вот если посмотреть, видите, в среднем за день видео набирает по 3... Ну, грубо по... Вот здесь даже вот по 4 тысячи, да. По 3,800. Ну, грубо возьмем... Где-то вот 3,500. От 3,500 до 4,000. Если мы зайдем и посмотрим коммерческие просмотры. Коммерческие просмотры. То... Вот. 1600. 1900. То есть там, где 4 тысячи, 1900. То есть в два раза где-то, да, коммерческие просмотры. Там, где, допустим, 3,500. 3,700. Видите? 1600. То есть... Ну, короче, где-то 50%. Так же, если у меня взять, например, вкладки путаю. Вот, взять у меня. У меня 16 тысяч. Из них у меня в сутки у меня где-то 1200-1300, вот, да, до 1400 даже вот доходит. Если взять у меня коммерческие просмотры, то же самое. Вот, 800, 700, даже чуть больше. То есть 700 и 700 – это 1400. А вот даже 800 и 1600, то у меня даже гораздо меньше. То есть где-то 55%. А теперь, смотрите, мы возьмем другой канал. Это у нас канал... Это канал Ниши Ветеринарной Клиники. Обратите внимание, здесь 11 тысяч коммерческих просмотров. Цена вообще маленькая. 1,57. То есть полтора доллара за тысячу. То есть это означает то, что тематика здесь, реклама в этой тематике недорогая раз. И, возможно, что еще здесь? Пол зрителя влияет. Может быть, в этом канале, кстати, очень много школьников его смотрит. Дальше. Самое здесь, что интересное, смотрите. И эта статистика у нас получается за последние 28 дней. За месяц. И вот, смотрите. За месяц получилось всего лишь 11 тысяч коммерческих просмотров. Обратите внимание, сколько здесь было просмотров. А просмотров здесь было 59 тысяч. Вы думаетесь. 59 тысяч просмотров. А коммерческих... Хрен да ни хрена. Всего лишь 11 тысяч. Это примерно всего лишь 20 процентов из всех просмотров. То есть из 100 просмотров всего лишь 20 просмотров коммерческих. Обратите внимание. Видите, сколько коммерческих? 300, 300, 300, да. Где-то вот 400. 300, 400. А возьмем просмотры. Обратите внимание. 2,5 тысячи. 2,5. То есть это практически всего лишь 20 процентов. В 5 раз меньше. Вот. Какой здесь можно сделать вывод? То, что реклама в данной тематике... То есть, первое, мы уточнили, что реклама здесь дешевая. Возможно, пол зрителя еще влияет дальше. Рекламы здесь мало в этой тематике. Потому что мы видим, что коммерческих просмотров и обычных просмотров гораздо меньше. Поэтому на Ютубе еще очень важна тематика. У вас может быть реально, вот как, например, в том же самом вот канале вот этой женщины, да. Здесь бизнесовая тематика, я вам не сказал. Здесь она занимается Инстаграмом. Обратите внимание, здесь и цена большая, и просмотров много. Целых аж 50 процентов. Вот делайте выводы. Вот так вот. Сейчас еще покажу, откуда и в каких странах сколько стоит реклама. Для полного уже понимания. Также напомню, здесь будет видео в правом верхнем углу. Посмотрите. Там я рассказывал. Оно, правда, старенькое двухлетие давности. Там коммерческих просмотров еще дешевле стоили. Сейчас дешевле, их еще меньше было. Сейчас благодаря тому, что Ютуб повысил планку на монетизацию, стало у нас больше, я считаю, коммерческих воспроизведений. Реклама. Отсеклись просто халявщики. Итак, смотрите. Сейчас мы находимся в старой творческой студии. То есть, в аналитике, потому что в новой аналитике пока данные эти еще их нет. Вот, эффективность рекламы. Смотрите. Я здесь взял за последнюю неделю. И вот смотрите. Здесь вы можете видеть, какие у вас видео. В принципе, сколько у этих видео было коммерческих просмотров. Сколько была цена за тысячу показов. И, соответственно, сколько вы заработали. И вот смотрите. Здесь, зайдя в местоположение, вы можете обратить внимание, откуда вас больше всего смотрят. Вот меня смотрят из России. Аудитория из России мне принесла за последние 7 дней всего лишь 8 долларов. Хотя, обратите внимание, коммерческих воспроизведений было аж 4 тысячи. Но цена очень дешевая. Всего лишь 2 доллара. Понимаете? Если бы... И вот так же Украина. Тоже вроде бы просмотров, да. А вообще копейки. Потому что в Украине еще дешевле рекламы. В Германии уже поинтереснее. Всего лишь 59 просмотров уже 34 цента, да. Принесли. Почти столько же, сколько и рекламы. Чуть меньше. Ну, в 2 раза. Так здесь, извините меня, 800 почти просмотров. А здесь 59. Самое интересное США. В США всего было 45 просмотров. А доходность уже 31 доллар. Хотя, здесь видите, потому что здесь воспроизведение, здесь реклама дорогая. Вот представьте, если бы из США у меня было 4 тысячи просмотров за неделю. Представьте, сколько бы я заработал. Взять тот же самый Казахстан. 200 аж 13 просмотров, а всего лишь 22 цента. Даже меньше, чем из США. Хотя из США просто здесь видите, опять же, 1 доллар. То есть, не во всех странах дорогая реклама. Вот в Великобритании тоже дорогая реклама. То есть, вот это нужно понимать. Еще откуда вас смотрят, какой пол, возраст. То есть, это все можно здесь в эффективности посмотреть. Дальше. Возьмем раздел доход. Здесь, конечно, чистая прибыль, о которой я сказал. Это вот уже чистая прибыль. Здесь 6 долларов, да. Здесь 10 долларов. То есть, 45% YouTube свои забрал. Но, если вы состоите в медиа-сети, медиа-сеть еще свои деньги отсюда. Я не помню, сколько их там забирает. 15% или 25%. То есть, Google Adsense полностью все выполняет. А медиа-сеть еще с возгаркой с этого дохода, если вы в медиа-сети. Плюс еще также учитывается доход от YouTube рекламы премиум. Те, у кого подписка. То есть, я думаю, с этим понятно. Дальше. То есть, какой сделали мы вывод? Как вообще, что еще хотел сказать? Как увеличить количество заработка за счет рекламы? Это значит, у нас есть вот такой вариант. Стандартный вариант. То есть, мы выбираем видео. То видео, которое у нас больше 10 минут. Если у нас видео больше 10 минут, мы здесь можем поставить рекламные паузы. Вот здесь. Вот у меня здесь стоит одна рекламная пауза. То есть, чем больше рекламных пауз, тем больше мы можем заработать. Тем больше будет реклама выскакивать. Но это видео от 10. Те, которые от 10 минут. То есть, на них можно больше заработать. Но, опять же, если злоупотреблять рекламу, будет просмотров мало. Не советую. В интервале 5-6 минут можно ставить. Допустим, если ролик 20 минут, Ты можешь две рекламные паузы на 7-15 минут поставить. Но каждый на свое усмотрение. Дальше. Как я сказал, еще нужно будет обязательно вам выбрать нишу. Все будет зависеть от ниши. Чем более бизнесовая ниша, тем больше у вас будет цена за тысячу просмотров. И больше будет коммерческих просмотров. Это нужно понимать. Ну а на этом, друзья, все. Я надеюсь, вы поставили данному видео лайк и поделились им с друзьями. А если же нет, то ставьте лайк. Надеюсь, данный полезный контент, данное видео было для вас полезно. Пишите в комментариях какие-то вопросы по монетизации. Есть ли у вас монетизация, отключили ли ее. Сколько у вас коммерческих просмотров. Также, еще раз напомню про свой видеокурс. Возможно, он будет вам актуален. Ссылки все в описании или вы можете заказать в шапке. Профиля, кликнув. Ну а на связи был Фокин Евгений. Всем пока. Не забываем подписаться на мой YouTube канал, чтобы не пропустить очередное полезное видео по YouTube. Ну и вообще по заработку в Интомете. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok